Сегодня у нас завершаются курсы повышения квалификации для священнослужителей. Это курсы, организованные по благословению Святейшего Патриарха. Положение о курсах установлено Архиерейским собором Русской Православной Церкви. И священнослужители обязаны отныне один раз в семь лет проходить эти курсы, на которых они получают новые знания, возобновляют те знания, которые они в свое время получили в духовных семинариях и академиях, а также проходят с ними занятия по богословским, церковно-историческим дисциплинам, изучению священного писания. Особое внимание уделяется церковно-государственным отношениям, правовая подготовка, которая также бывает необходима каждому священнику в его практической деятельности на приходе. Вопросы по организации миссионерской деятельности, социального служения, организации духовного образования на приходе, это воскресные школы, а также взаимодействие с образовательными светскими учреждениями для преподавания основ православной культуры. Кто участники Духомясово, с каких епархий можете что-нибудь сказать? По положению эти курсы обязаны проходить все священники. И поскольку в нашей епархии эти курсы основаны на базе Волгоградской митрополии, то в них принимают участие священники из всех трех епархий, входящих в состав Волгоградской митрополии, то есть это Волгоградская, Урыпинская и Калачевская епархии. Сейчас на курсах проходит обучение 30 священников из трех епархий. Для священника, который уже, как правило, на протяжении многих лет, а то и десятилетий, проходит служение на своем приходе, очень важно регулярно и систематически обновлять свои знания, приобретать новый опыт. И он получается не только из тех занятий, которые проходят в аудиториях, это и лекции, семинары, практические занятия, но также опыт этот приобретается из самого общения священников, когда они приезжают, собираются, делятся своим опытом, своей работой, своей пастырской деятельностью. Поэтому здесь такая двойная сугубая польза получается от этих курсов. Закружусь. Мы все вместе помолимся и выходим на выход. А кто самый смелый, сыщется на подвиг отложенных, сейчас будет тема теоретики и советоваться. Все честные отцы, братья, давайте помолимся. ПЕСНЯ 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 Прошу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы ответить на вопрос о молитвенном поминовении Церкви Божьей, по независимой инославности, нужно обратиться, конечно, к трагедии. Безусловно, эта традиция есть. Церковь всегда несла причины о людях независимых инославных, и это, безусловно, отображается в том, что Церковь испоконников молилась о власти мучих людей. Вне зависимости от отношения человека, точнее, власти к Церкви, Церковь все равно подпоминала. Отношение православное к числу 666, я думаю, что должно быть отношение как к... Ну, во-первых, мы знаем, что это число упомянуто в апокалипсисе, и многие начнут толковать его, ну, с точки зрения уже пришедшего вам текста. И начинают разные тонкие отношения к этому числу, как к руководству к действиям, хронические настроения создаются. Я думаю, что отношение должно быть в спокойном к этому числу. Конечно, в кончине мира каждый православный христианин благодаря этому может узнать, как это будет. И какая-то скроментальность в этом есть. Почему? Потому что мы до конца не можем разъяснить все мысли апокалипсиса. И в этом случае тоже нужно спокойное отношение. Кому, конечно, провоцировать не нужно, потому что мы знаем, что в 1666 году при патриархии Никоне это было как бы одной из причин сильнейшего раскола православного Церкви, что они считали, что Никон со своими реформами на эту тихость, что мы знаем, к чему это привело. Поэтому, я думаю, очень спокойное должно отношение взвешено быть, не провоцируя, успокаивая всех мирян в том, что сейчас это число, в принципе, ничего не может принести плохого. И случайное совпадение этого числа они не должны вызывать паническое духовное восстановление. Вот такое отношение к этому числу. Присаживаются? Да, да, рассаживаются. Садитесь? Да, рассаживаются, занимаемся. Садитесь. Ну, оно стало такой встряской, но надеюсь, что не только в отрицательном смысле, да, что-то было полезное в этом опыте. Ну, если у кого-то есть желание поделиться своими ощущениями, переживаниями, указать плюсы и минусы, ну, мы планируем раздать вам опросники, ответить, отметить, что понравилось, что не понравилось, что-то, ну, потому что эта работа, она только начинается. Я не из первопроходцев на пути, поэтому и мы учимся вместе с вами, ну, и надеюсь, что вы тоже чем-то, ну, что-то, может, не научились, но, по крайней мере, какое-то расширение свой кругозор, может быть, что-то даже из этого будете использовать в своей священнической, пастырской деятельности. Ну, я сейчас на подведение итогов отметил, что не аттестованных у нас нет. А оценки уже, наверное, за итоговую аттестацию объявят, если счастливы. И, как я же сказал, еще ведется поиск формы, приемлемой для всех. Но такой формы, видимо, нет, которая всех благотворила, потому что первый набор у нас делался так. Мы намеренно попросили Владимира понаправить нам священников местных, которые в Логограде служат и проживают только. И они посещали курсы два раза в неделю в течение двух месяцев. У нас еще клирики в благочине есть, которые желают. Мы когда проходили повышение квалификации по направлению, то мы ездили в Санкт-Петербург на две недели. В Санкт-Петербурге жили. Вот я ездил в Санкт-Петербург, повышение квалификации по тюремному служению. Там это. Хорошо, что мы здесь. У нас тут нет. Там института у нас нет. Условия содержания. Условия содержания. Лично мне все очень понравилось. Достаточно много поучительных материалов, особенно что касается различных аспектов юридических взаимоотношений между церковью и государством. Различных аспектов правовых взаимоотношений внутри Русской Православной Церкви, приходской жизни. Много очень консультативного материала, которым можно воспользоваться в будущем. В приходской практике, в практике храма строительства, в практике организации воскресных школ. Ну и во всем в общем в том, что необходимо священнику в его повседневном служении. Это было очень полезно. Я бы хотел сказать спасибо Господи руководству Богословского факультета, владыке Федору и высшему руководству нашей Церкви за этот замечательный, краткий, но очень емкий курс повышения квалификации для клириков. Я думаю, все отцы со мной согласятся. Насколько я знаю, отдельно проводится. Профильно батюшки выезжают и в другие города, там в Москву, в Санкт-Петербург. Проходят курсы повышения квалификации. И тюремные, и молодежные, и разные проходят встречи, организовываются движения, мероприятия. Но в принципе, безусловно, курсы подобного рода очень важны. Очень важны, актуальны, даже если у нас есть богословское образование, какое-то еще образование. Потому что курсы подобного рода отвечают актуальным запросам времени. И с внешней, так сказать, с государственной, гражданской стороны. И со стороны внутри приходской атмосферы. Очень много возникает вопросов и проблем юридического свойства и гражданского разного. И вот такие вот курсы, они как раз дают пищу, дают такие ссылки для того, чтобы знать, куда обратиться, как себя вести, чтобы приходская жизнь более конструктивно выстраивалась и было меньше, так сказать, потрачено времени на ненужное, пустое, на то, в чем может подвести тебя твое незнание элементарных вещей. На мой взгляд, безусловно, и чем сознательнее клирик проходит курсы подобного рода, тем больше знаний и тем шире его ориентация в плане инструментария, в плане возможностей для решения своих насущных приходских проблем. Безусловно, вот в этом главное достоинство данных курсов. Очень позитивно отразится, потому что есть проблемы, связанные с миссией, с миссией внешней, с миссией внутренней, с миссией в кругу семьи. И все это мы тут проходили. Есть проблемы, связанные с юридическими аспектами, как организовать, как оформить приход, оформить здание, землю. И всему этому нас тут тоже учили. Помимо всего прочего, мы были в архиве, в государственном архиве Волоградской области и прошли такой краткий курс двухчасовой, больше экскурсии, чем курс, но вместе с тем это было довольно познавательно интересно. По основным точкам архивной деятельности, то есть, чтобы, если нам придется обратиться к архиву, мы хотя бы знали, куда прийти, что сказать, о чем попросить, сколько для этого времени отвезти. И все прочие дисциплины, безусловно, они изначально закладывались руководством нашей церкви как то, что должно принести непосредственную пользу. И, на мой взгляд, на 100% этим целям они ответили в своем финале. И, на мой взгляд, на 100% этим целям они ответили в своем финале. Назовет, а вы подходите сюда, пожалуйста, и получите такое красивое удостоверение. Что с ним делать дальше? Вот такой вопрос некоторых возникает, читаясь в глаза. Да, оно остается у вас. Копию вы обязаны каждый сдать в свое епархиальное управление. Оно будет приобщено к вашему личному делу. Благочинный участок рапорт нужно будет подать скорее всего, да? Да, чтобы не где-то провели эти две недели на курорте, у вас есть вот эти документы. А на? Здесь, в нашей епархии. Это ухо-шо-шо-шо-шо. Когда-то надо работать с правящим архиевистом. Так, ну я бы, значит, зачитаю полностью одно удостоверение. Это удостоверение повышения квалификации. То есть удостоверение, оно церковного образца. То есть эти образцы мы получили, да, из патриархии. И оно, скажем там, легитимно в рамках русской православной церкви. Да, это является документом о повышении квалификации. Так оно называется. Удостоверение о повышении квалификации. Есть номер, да, дата выручки. То есть это официальный документ. И дальше, ну, настоящее удостоверение свидетельствует о том, что протарей Кузнецов Алексей Юрьевич прошел повышение квалификации в религиозной организации. Вот. Ну, были прочитаны дисциплины. Отметка заведовала в аттестацию. Отлично. Спасибо. Спасибо. Пополимся. 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 Господи, истину, Ложите Тя Богородицу, Кристо блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую без сравнения с Терафим, Без искления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Спасибо за эмоции. Всем хорошей дороги на Луну. Спасибо. 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 Спасибо.